Отношения России и США никогда не были безоблачными. И сегодня, в эпоху санкций гибридных войн, они продолжают оставаться напряженными. Ситуация усугубляется скандальным отстранением России от крупных спортивных мероприятий на 4 года. Демарш Всемирного антидопингового агентства многие сравнивают с одним из самых известных спортивных бойкотов в истории. 20 января 1980 года американский президент Джимми Картер призвал страны Запада проигнорировать Олимпийские игры в Москве. В 1979 году советские войска вошли в Кабул. 27 декабря был взят штурмом дворец главы Афганистана Хафизуллы Амина, а уже в начале января Картер отозвал своего посла из Москвы. В феврале открылась Зимняя Олимпиада в Лейк-Плейсиде, и советские власти решили отправить на нее спортсменов. Хотя американцы этот благородный жест не оценили. Вскоре Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов осудила советское вторжение в Афганистан. Летняя Олимпиада в Москве оказалась под угрозой срыва. И все же члены Международного Олимпийского комитета проголосовали за ее проведение. После этого Картер начал вводить санкции против СССР. Сначала была запрещена продажа высоких технологий и стратегических материалов. Затем США отменили поставку в Союз 17 миллионов тонн зерна. Впрочем, с этой проблемой Кремлю справиться удалось при помощи импорта из Испании и Канады. Наконец, Картер выдвинул настоящий ультиматум. Он заявил, что грядущую Олимпиаду необходимо перенести из СССР в любую другую страну. Например, в Грецию. Этим планом помешал Олимпийский комитет, которым тогда руководил ирландец Майкл Киланин. Олимпиада в Москве состоялась во многом благодаря его усилиям. «У нас соревнуются спортсмены, а не государство», – заявил Киланин, прозванный уязвленными американцами «Красным лордом». Картер был твердо настроен бойкотировать советскую Олимпиаду. В газете «Нью-Йорк Таймс» даже вышла статья с громким заголовком «The President Said Nate». А тем временем советские атлеты выиграли общекомандный зачет в Лейк-Плейсиде, доказав, что спорт сильнее политики. Окончательное решение о том, что сборная США в Москву не поедет, было принято 12 апреля. Некоторые американские спортсмены высказались против бойкота, но они быстро умолкли после того, как им пригрозили, что лишат гонораров и паспортов. Для раскрутки протеста использовались все средства пропаганды. Например, знаменитый боксер Мухаммед Али поехал в тур по странам Африки и Азии, призывая игнорировать советские игры. Это действие было организовано по личному распоряжению Картера. А ведь в конце 60-х Али был практически диссидентом, на пике карьеры отказавшись от службы в армии США из-за войны во Вьетнаме. Олимпиаду бойкотировали представители 65 государств, в том числе Канада, ФРГ, Япония, Израиль и другие союзники США. Впрочем, далеко не все страны Запада проявили солидарность с Америкой. Правительства Великобритании, Франции, Италии и Испании разрешили своим Олимпийским комитетам самостоятельно решать, будут ли спортсмены участвовать в играх или нет. Многие атлеты из этих стран приехали в Москву, чтобы выступить под нейтральным Олимпийским флагом. Британская Олимпийская ассоциация, несмотря на давление Кабинета министров и лично Маргарет Тэтчер, все же решила поддержать СССР. В результате команда Великобритании из всех стран Западной Европы оказалась самой многочисленной. Под своими национальными флагами выступили команды Греции, Австрии, Финляндии, Швеции и Мальты. Также, впервые после летних Олимпийских игр 1976 года в Монреале, в соревнованиях приняли участие 24 африканские страны. А вот переживший революцию Иран, руководство МОК на Олимпиаду не пригласило. В общей сложности Москва приняла спортсменов из 81 страны мира. Хотя участников игр оказалось рекордно мало, это не помешало им установить более 70 олимпийских рекордов. Сборной СССР удалось укрепить прежние успехи и победить в медальном зачете. Советские атлеты завоевали целых 125 медалей. Не в последнюю очередь пострадали от бойкота и американские бизнесмены, надеявшиеся продавать в СССР американскую олимпийскую атрибутику. Также были отменены все телевизионные трансляции Московской Олимпиады в США. Компания NBC, купившая права на вещание, потеряла на этом около 85 миллионов долларов. Американцы решили создать альтернативу московским играм. За три дня до их начала в Филадельфии прошло довольно скромное по масштабу мероприятие под названием «Олимпийские игры бойкота». В нем приняли участие атлеты из 29 стран, среди них Китай, Канада, ФРГ и Египет. На церемонии закрытия игр в Москве вместо флага США был поднят флаг города Лос-Анджелес. Именно там прошла летняя Олимпиада 1984 года. И СССР, наконец, получил шанс устроить американцам ответный бойкот. Кремль заявил, что Штаты не способны обеспечить безопасность атлетам из соцлагеря. Однако масштабного международного протеста устроить не получилось. И в Лос-Анджелес прилетели даже атлеты из таких стран-союзников, как Румыния, Югославия и Китай. Москва же провела международные соревнования «Дружба-84». В них, помимо стран, бойкотировавших игры в Лос-Анджелесе, приняли участие атлеты из многих других стран. Всего их оказалось более 50, в то время как американцы собрали участников из 140 государств. Впрочем, по факту от бойкота оказалось в проигрыше олимпийское движение в целом. Число мировых рекордов заметно упало. Впредь любую страну, решившую бойкотировать Олимпиаду, ждала дисквалификация. После событий 80-го года прошло уже 40 лет, но санкции, обвинения и скандалы по-прежнему преследуют наших спортсменов. Они остаются заложниками большой политики и международных интриг. Обстановка в мире все больше напоминает о глобальном противостоянии времен Холодной войны. Если тебе понравился ролик и ты хочешь больше узнать об истории своей страны, не забудь подписаться на наш канал. Ставь лайк, жми колокольчик и жди новых видео. Самое годное еще впереди.